Нардеп от Народного фронта Юрий Береза в центре скандала. Накануне в Днепре во время матча второй лиги чемпионата Украины по футболу подрались фанаты. Несколько ударов в лицо получил и президент клуба Днепр-1, он же нардеп Юрий Береза. После чего написал заявление в полицию и пошел снимать побои. Болельщики назвали это банальным пиаром. Драка между болельщиками произошла прямо на стадионе в перерыве между таймами. Фанаты Днепра решили разобраться с теми, кто пришел поддержать другой клуб Днепр-1. Группа людей избивает двоих парней. В толпе можно узнать и народного депутата от Народного фронта Юрия Березу. Он наносит удары из-за спин товарищей, а потом вообще покидает трибуну под громкие крики болельщиков. Юрий Береза на трибунах не простой болельщик. Он президент недавно созданного спортивного клуба Днепр-1. Буквально через несколько часов после инцидента интернет запестрил заголовками. Болельщики избили народного депутата. Сам он объяснил, зачем полез в драку. На своей странице в фейсбуке написал, защищал интересы клуба и внука. Дескать, на стадионе было 700 школьников. Хотя парни на видео на учеников совсем не похожи. Мы попытались получить комментарий Юрия Березы. Но по телефону он сказал только, что находится в больнице. Я в ликаре сейчас. Я попросил. Давайте немножко позже. Я вам отбоню. Фанаты Днепра заявление нардепа об избиении называют обычным пиаром. Говорят, столкновение между болельщиками – дело обычное. И писать заявление в полицию никто никогда не бежал. Цель просто была, ребят, забрать барабан. Вот и все. Ну, как бы, простое куражество определенно. И никто даже никто не собирался никого бить. Заказные сайты и журналисты, которые пишут, что ногами раскидывали детей, подростков, женщин. Ну, как-то тематика прикрытия детьми мы уже читали. Если он создал клуб, создал своих псевдо-фанатиков, которые за деньги приходят поддерживать свой любимый клуб, что уже смешно априори, то пусть добр привыкай. Если он не ожидал, думал, что ему конфеты принесут на сектор или что. Нардеп от Народного фронта Юрий Береза в бой идет не впервые. В конце сентября в СМИ появилась информация. Депутат избил и жителя Кривого Рога до полусмерти. Медики тогда диагностировали перелом четырех позвонков. Причиной такой жестокости якобы стала попытка мужчины поджечь дом Березы.